Фонд социального страхования приобретает автомобили отечественного производства в рамках федерального законодательства. По доброй традиции их передают автовладельцам в канун Нового года. Каждая машина оборудована под конкретного получателя с учетом его особенностей здоровья и физических возможностей. Фонд социального страхования осуществляет страхование от несчастного случая на производстве профессиональных заболеваний работающих граждан всей России. При наступлении несчастного случая на производстве и установлении инвалидности устанавливается в бюро медико-социальной экспертизы и прописывается программа реабилитации пострадавшего, в котором могут быть изделия такие обеспечения, как лекарственное, санаторное курортное лечение, медицинское лечение и технические средства реабилитации. Одним из видов технических средств реабилитации является автомобиль специальный, который предусматривает именно изготовление на заводе с ограничением способности гражданина. То есть без определенной функции. Дополнительно устанавливается оборудование. Поддержку в виде автотранспорта пострадавший может получать каждые 7 лет. Так на 2021 год обладателями новых машин стали трое, которые в 2014 году получили машину марки АК. Спустя 7 лет фонд социального страхования по показаниям медицинской экспертизы вновь вручает им ключи от новых автомобилей. Строение прекрасное. Очень радуюсь. Выражаю огромную благодарность управлению фонда социального страхования всем сотрудникам. И желаю всем крепкого здоровья. Спасибо большое. Предыдущую машину, которую участники получили в 2014 году, государство не забирает. Обладатели новых машин могут продать ее. А это дополнительный доход для лиц, пострадавших на производстве. Именно так и поступил второй обладатель «Лады Гранта». Николай Изместев признается. Как узнал, что получу новый автотранспорт, подал объявление на продажу старой. Вот фонд социального страхования, видите, как нам помогает. Вторую машину уже получаем. Первую в 2014 году. Но была, как бы сказать, не так комфортно. Это уже идет автомат. Не надо дергать. Там никакие педали. Мне нравится очень хорошо. Спасибо всем работникам. Но я очень рад. Благодаря такой государственной поддержке работники, получившие травмы на производстве, могут вести активный образ жизни. Для людей с ограниченными возможностями здоровья специализированный автотранспорт значительно упрощает повседневную жизнь. Это обеспечение осуществляется один раз в семь лет. То есть количество, но в зависимости, сколько в этом году граждан получает автомобиль, эта программа и реабилитация предусмотрена. Сергей Тимошков вспоминает тот злополучный день, когда судьба изменила его жизнь навсегда. В 1982 году он работал в агрохимлаборатории. Ехал в Кызыл с командировки и попал в автоаварию. Сегодня, спустя 40 лет, он об этом вспоминает без горечи. Переборол свой страх и сейчас уверенно водит машину. Время лечит все. Для меня самое главное, наверное, что представители фонда соцстраха, когда с ними общаешься, от них идет тепло. С ними всегда как-то можно решить любую проблему. Мне в основном приходится встречаться с Сергеем Хвалыковичем и Натальей Михайловной. Это добрейшие люди. Это теплое, уютное, комфортное отношение. И поэтому огромное спасибо всем. Впереди у обладателей нового авто приятные хлопоты оформления и регистрации. А пока все они направились переобуть железного коня.